Активность гражданского общества в стране играет большую роль. Так и в этот раз. В минувшие выходные на просторах интернета появилось видео о том, как проводят ямочные работы наши дорожники. На кадрах видно, что прокладывают асфальт без соблюдения технических норм. Пользователи социальных сетей раскритиковали работу Минтранса. Сразу же после обнародования этого видеоролика премьер-министр Суромбай Джейнбека поручил министру транспорта и дорог Джамшебеку Калилову провести служебное расследование и определить ответственность лиц, давших данное поручение. Как решили этот вопрос в ведомстве в материале Дианы Мамиковой. Вот так у нас дороги делают. Смотрите, слякоть, грязь. А они что делают? На воду выливают смолу. Возмущению автора видеоролика нет предела. Сотрудники дорожных служб проводят ремонт дороги без предварительного очищения ям от воды. На вопрос, почему они не соблюдают элементарных правил при выполнении ямочных работ, сотрудник дорожной службы отвечает, что едет высокопоставленный чиновник. Даже простой житель знает, что перед тем, как класть асфальт, нужно очистить дно и стенки места ремонта от мелких кусков, крошки, пыли, грязи и влаги. Но дорожники решили по-другому. На рабочем совещании премьер Суромбай Джейнбеков сказал, что уровень доверия населения к власти прежде всего зависит от качества услуг, оказываемых госорганами. К примеру, со стороны государства уделяется большое внимание реконструкции и строительству дорог, а этот случай нанес урон работе не только Минтранса, но и всего правительства. Вчерашний видеоролик говорит о многом. Данный факт вскрылся благодаря активной позиции гражданского общества в стране. К сожалению, не всегда подобные факты получают огласку. Руководители, равнодушны и безответственно подходящие к своей работе, должны быть привлечены к ответственности согласно законодательству. Премьер Джейнбеков поручил министру транспорта и дорог Джейнбеку Халилову провести служебное расследование и определить ответственность лиц, давших данное поручение. Уже уволено пятеро сотрудников ДЭП номер один, которая и выполняла работу. Ещё двоим был объявлен выговор. Глава ведомства Джейнбек Калилов сожалеет о произошедшем и обещает разобраться в этой ситуации. Хотя это была плановая работа, однако дорожники должны были соблюсти все нормы ямочного ремонта. Это очень вопиющий факт. Тут комментировать излишно. Мы по этому факту уже вынесли свои решения. Это дело мы просто так не оставим. Обязательно будет расследование. Там было принято 79 тонн асфальтобетона. Вот эти затраты сейчас отнесём тем людям, которые вот такие работы произвели. Там женщина, которая этот момент снимала, она даже говорит, что вы нарушаете технологию. Такие факты, чтобы не повторять, мы обязательно будем проводить разъяснительную работу. Сорумба Джейнбеков отметил, что гражданское общество играет большую роль в очищении государственного аппарата от безответственных чиновников. Благодаря обществу скрываются факты халатного и непрофессионального отношения к работе отдельных сотрудников. Пример с удовлетворением подчеркнул активность гражданского общества в стране и выразил благодарность лицам, распространившим данный видеоролик.